Как ты видишь Оксимирона, давай так, как человек не из культуры, ну то есть вот ты говоришь, там, дис Оксимирона на меня произвел такое большое мощное впечатление, я его пересматривал, но при этом я человек не из культуры, я там не слушал Горгорода, а как ты видишь вообще? Дядечка, который забрал лавры, ну типа, не знаю, внес какой-то вклад. Слушай, ну прям вот мои познания о нем, это вот прям вот столько, такая крупица. Не, я имею в виду, что тебя привлекает? Что заставляет тебя пять раз за день пересматривать семиминутный диск? Смотри, стоит сказать, что большинство треков Мирона Яновича мне очень тяжело слушать. Не хочу оскорбить фанатов Оксимирона, только мое мнение, я знаю, какое у него комьюнити, потому что я тоже как-то сказал о том, что типа, я был у Саши Фломастера на стриме, сказал, блин, вот Мирон вернулся спустя много лет со своим альбомом, но я не увидел каких-то новых этапов с актуальным звучанием. Он не пришел к новому звучанию для себя. Короче, этот клип перезалили на Оксимирон фан, он набрал сто с лишним тысяч просмотров и там просто надписи типа, мне не нужны фанаты с памятью золотой рыбки, там что-то такое. Такой монтаж делают, да, и в конце Оксимирон еще крутой должен идти где-то, знаешь. Под музыку, под прямую бочку. Да-да-да, или вот под технофонг, который в ТикТоке популярен сейчас, как Доктор Ливси. Не знаю, мне кажется, что об этом вообще нормально и об этом надо говорить, потому что... Я тоже так считаю, я тоже так считаю. Слушай, просто я слушал его треки, которые выходили, и я сидел с Джинниусом для того, чтобы разбирать. А здесь... А, и с точки зрения визуальной идентики, вот, например, «Кто убил Марка» мне не понравилось. Мне кажется, что это тоже очень странно выглядит. И там, и стилисты, и какие-то другие штуки. А мне кажется, в этом и прикол, что это как раз... Мне кажется, что это желание нагенерировать мемчиков просто, ну потому что реально вот этот странный пуховик. Он выглядит как аммонгус. Он выглядит не как аммонгус, а скорее даже как этот, как робот-заяц из «Ну погоди», помнишь, который был такой карикатурно злой? Вот у него такой же. Ну, я не знаю. В общем, меня это... Я... Никак меня это не цепляло. И здесь выходит трек на 7 минут, который просто для меня как для слушателя, который можно послушать без Джинниуса и разобрать его спокойно. У которого прекрасная визуальная идентика, потому что клип очень красивый. Ну, то есть даже вот этой кукольной сцены в конце. То есть, несмотря на то, что там используются одни и те же локации, ты видишь харизму Мирона, типа, как он развлекает. И видишь там какие-то красивые луки. Короче, держат. Держат напряжение. Это... Мне очень понравилось... Вот, наверное, обычная какая-то история про деконструкцию личности в Дисе. Мне понравилось, что он разложил прям, давай поговорим о твоем одиночестве, давай поговорим о нашей популярности. И все, это прям очень здорово. А ты согласен с Оксимироном в его претензиях? Смотри, я три дня, вот был как раз в восторге, и у меня были очень смешанные ощущения, потому что мне помыться захотелось. Ну, типа, мне было очень тяжело. Ну, я же Алишера знаю. И он хороший, светлый парень, типа. Ну, и тут прям... А через какое-то время мне звонит мама, она тоже гоняла этот Дис. И она звонит, а ты не думаешь, что, типа, каждый сам о себе тут читает? Что Алишера себе читал в своем Дисе, у него были одни и те же претензии по факту, там, про прослушивание, про цифры и так далее. И как будто Мирон тоже к себе это все. Вполне возможно. И это даже, ну, это довольно, как бы, хорошо объясняет в целом все сложившиеся слова. Ну, по-моему, это все через свою призму внутреннюю написано, так или иначе, поэтому... Слушай, а потом я посмотрел реакцию Славы, КПСС, и я вообще перевернулась у меня все. У меня, правда, все очень перевернулось. Он там хорошо говорит про Мирона. Мирон во сколько старше Алишера? В два раза? Ну, да. И он, малыша Алишера, который ни одного панчлайна не написал за жизнь, реально вот прям делает деконстракт личности. О чем речь?